Энди Верхолл. Законченная картина. В начале 1968 года Энди Верхолл был вынужден покинуть свою знаменитую серебряную фабрику и перебраться на Юнион Сквер. В то время происходили постоянные хулиганства и нерегулярные съемки. К тому времени Энди и его группа стали неотъемлемой частью нью-йоркских вечеринок из-за всегда тайме любимого своего ресторана «Макс Канза Сити», где Дебби Харри всегда находила для них столик. Они были самыми хипповыми хулиганами и самыми странными покупателями. Я смотрела на них и думала, они все, наверное, попали в наши дни из Средневековья. Они действительно удивительно выглядели. Это было странно. Странно, что все это происходит. Он всегда был с группой. Он никогда не выходил один. Всегда с кем-то. Потому что одного можно сломить, но нельзя сломить шестерых. Шестеро слышат больше и видят дальше. Мы тоже были очень сексуальны. Направление было очевидно по количеству. Нас было около 12 человек. И мы... Мы сидели на амфетамине. Ресторан «Макс» был самым сумасшедшим местом на Земле, потому что там нужно было быть наркоманом, моделью или кинозвездой, ну или выглядеть похоже. Красивая и богатая Эдди Седжвик была ценным приобретением для кружка Верхола. Эта несчастная маленькая богатая девочка стала для антипропуском высшее общество, а также претенденткой на роль главной звезды. Верхол очень любил ее. Она соответствовала тому, что он искал. Она выглядела как девушка хиппи будущего, как нечто новое. И она была похожа на него, у нее тоже были короткие волосы. Кроме того, она была богата. А он любил богатство. Он думал, что Эдди Седжвик станет его счастливым билетом в Голливуд. Поэтому он направлял ее и репетировал с ней. И вдруг она пристрастилась к наркотикам. На это никак не отреагировали. Горя желанием скорее добиться обещанной ей славы, она неожиданно покинула Верхола и в 71-м году умерла от передозировки. Она была не первой жертвой фабрики. В 64-м году танцоров Прэдди Херко совершил самоубийство. Я был поражен холодностью его реакции на смерть. Когда Эдди умерла, он сказал, «Да, вряд ли она оставила мне денег». Такой была его первая реакция. А когда Фредди Херк выбросился из окна, Верхол сказал, «Жаль, что у нас не было с собой камеры, чтобы заснять, как он падал с пятого этажа». Это была первая реакция. Это было желание стать машиной, но не просто машиной, а записывающей машиной. Я думаю, эта мания записи была определяющей для него. Когда Фредди совершил самоубийство, Энди сказал, «Жаль, что он не позвал меня, чтобы я мог заснять это». И люди говорили, «Видите, о чем он заботится?» Понимаете, как он может использовать самоубийство? Но вообще-то я думаю, что у него хватило храбрости заявить, «Я хочу быть машиной». Иными словами, решаясь на это, вы решаетесь убить себя. Я бы назвала это художественным рекордом. Они считали его кровопийцей. Он использовал идеи других, он был в каком-то смысле вампиром. Мне было безразлично, был ли Верхол Дракулой. Мне было неплохо. Все же лучше, чем с матерью и отцом. Его называли Дракушкой. Что-то среднее между Дракулой и Золушкой. Спустя 10 лет, Энди проявит свою личность Дракушки в общении со своим другом и фотографом Кристофером Маккосом, у которого был оригинальный полароид. Возможно, странно выглядящий художник мог бы превратиться в привлекательную женщину, подобно суперзвездам, трансвеститам на фабрике. Или мог бы выступить как увядающая киноактриса, сошедшая со страниц его альбома с вырезками знаменитостей кино. Но Энди создал свою собственную легенду кино. Девушки Челси. Эксперимент в трех частях. Часть проекта была написана Ронни Тевеллом и продюсировалась Полем Морриси. Это был первый авангардный фильм, вызвавший массовые толки при своем появлении в 1966. Этот фильм за деньги показывали в главных городах Америки. Фильм оказал сильные впечатления на смотревших его студентов в колледже, таких как я, потому что это было первое кино, касавшееся наркотиков. Там показывались люди, принимавшие наркотики и говорившие под кайфом. Там рассказывалось о гомосексуализме, бисексуализме, о трансвеститах. Все это было нечто невиданное до этого. Успех девушек Челси привел к тому, что еще больше людей стучали с двери фабрики в надежде попасть на большую сцену. Например, энергичная модель Джоя Д'Алессандро. Мой друг спросил, «Ты когда-нибудь слышала об этом художнике, Энди Верхол?» Он рисовал эти картины Супа Кэмпбелл. Я знал Суп Кэмпбелл, но понятия не имела художники. Я сказал, «Да, я знаю этот Суп». Он сидел позади камеры и читал газету. Кажется, он только один раз поднял голову. За все время, пока я была там, я увидела его только на секунду, когда он опустил газету. Я даже не знаю, действительно ли он читал газету или прятался за ней, потому что он смеялся. Совершенно неожиданно слышались смешки. В окружение Энди входила некто Валерий Солонос, писательница, лесбиянка и проститутка. У нее была навязчивая идея, что Энди взял у нее написанный ею сценарий и поставил по нему фильм без ее участия. 3 июня 1968 года Солонос пришла на пабрику на Юнион Сквер, где часто появлялась и до этого, но на этот раз у нее с собой был пистолет. Она хотела добиться славы за 15 минут, славы человека, застрелившего Энди Верхола. Я услышал этот громкий выстрел. Когда я выбрался из темной комнаты и пошел вперед, Валерий уже исчезла. Энди лежал на полу в луже крови. Я увидел его и подошел к нему. Я обнял и приподнял его, и я начал кричать и плакать. А он... Он сказал, «Билли, пожалуйста, не смеши меня. Это так больно». В это время я была в Италии, снимала кино. Я просто не могла поверить в это. Первое, о чем я подумала, этого бы не произошло, если бы я была там. Солонос выстрелила в Верхола дважды. Пули задели семь внутренних органов. Ирония состоит в том, что его объявили мертвым два раза. Он говорит, что слышал об этом, и слышал, как это повторяли. И это абсолютно изменило понятие смерти, в особенности для Верхола. Смерть воплощает идею о ее неповторимости, о том, что она бывает только раз в жизни. И думаю, он был очарован тем, что существует линия, разделяющая жизнь и смерть. Одной из моих любимых картин, изображающих самоубийство, была фотография 62-го года. Мужчина выбрасывался из окна. Там изображена линия, рассекающая падение, буквально линия между жизнью и смертью, выбросившийся человек еще жив. Мы знаем, что он упадет, он пересечет эту линию, и он, думаю, он только тогда начинает жить по-настоящему, как если бы эта линия была одной из многих, которую надо пересечь. До того, как в меня стреляли, я всегда думал, что я наполовину где-то в другом мире. Мне всегда казалось, что я как будто смотрел телевизор вместо того, чтобы жить реальной жизнью. Иногда люди говорят, что в кино все происходящее неправдоподобно. Но на самом деле неправдоподобно то, что происходит в жизни. В фильмах эмоции сильны и реальны, а происходящее в жизни скорее похоже на телевизионное шоу. Ничего не испытываешь. Удивительно, что Верхел изображает американскую мечту. Весь мир стремится к американской мечте. Но что она собой представляет? Успех, доллары, обаяние, слава, известность, красота. Но Верхел был достаточно умен. Он представлял американскую мечту и американские бедствия. Ядерный взрыв, самоубийство, электрический стул, конечно же, военную стрельбу. Верхел – дитя капитализма, американского империализма. Он воплощает этапы американской истории. В Европе есть греческая мифология, а в Америке мифология Голливуда. В Европе у нас греческая мифология. Верхел считал, что ему необходимо найти суперзвезду, пусть даже без таланта, чтобы она закрепилась в американской мифологии. Вот чего он хотел. И он добился этого. Однажды Верхел сказал, что в будущем все станут знаменитыми за 15 минут. Его собственная слава была обеспечена его съемками. Но чем он займется далее? Он оправдал ожидания и стал владельцем газеты. В 69-м году он открыл скромный кино-журнал «Интервью». Это разработанный вариант его детских журналов с вырисками из Голливуда. Но на этот раз он сам встречался со звездами. У него был опыт в съемках, он видел, какую силу имеет слава в средствах массовой информации. Он видел, что не всегда добиваешься того, чего хочешь. И все это в какой-то степени повлияло на идею создания альтернативного средства массовой информации, которая бы по-другому утоляла жажду славы. Настал тот момент, когда Верхел отошел от создания фильмов. Поль Морриси стремился заполнить образовавшийся вакуум. Он добился полного контроля над производством фильмов на фабрике. Морриси написал и поставил фильмы «Плоть», «Дрянь», «Жара», став преемником знамений Верхелла. Экспериментальное невмешательство Энди было заменено придуманными сюжетами, хотя они и касались мрачной области низкой сексуальной жизни и наркотиков, которую представляла фабрика Энди. Все они поклонялись Джозу Д'Алесандро, который стал женским кумиром фабрики. Он стал первым независимым международным образом в кино. Дрянь пользовалась таким успехом, что Морриси и Верхелл могли бы купить основное недвижимое имущество в Монтауг со всеми выгодами для киносъемки. Но Морриси был полностью поглощен созданием фильмов, поэтому Энди был нужен новый менеджер. Эту роль занял Фрэк Хакс, англоман и сноб. У него был безупречный вкус, и он пользовался доступом к некоторым богатейшим людям Америки. Он ознаменовал новый период 70-х на фабрике Энди. Пост-критика, пост-хиппи, студия гедонизма. Про-хедонист, студия 54, Эфос. Открытый дом 60-х теперь стал закрыт четырьмя стенами. Новый персонал фабрики состоял из хорошо образованных буржуазных молодых людей в рубашках и галстуках. Это была новая фабрика, открытая для бизнеса, но закрытая для старых товарищей Энди. Я отправился к нему. В конце концов, это Энди. Понимаете, Энди Верхелл. И я стоял, стоял у входа в театр и увидел Энди, как будто вырезанного из картона. Потому что он стал плоским, и фабрика тоже стала плоской. После того, как в Энди стреляли, он начал бояться сумасшедших людей. Тех, кто сидел на амфетамине. Но я думаю, ошибочно было бы сказать, что Энди потерял свое воображение для съемки. В это время Энди стал торговой маркой фильмов Морриси. Первый фильм был о Франкенштейне, а затем фильм «Кровь для Дракулы». История бледного, слабого, неудачливого графа Восточной Европы, отравляющего себя кровью дегенерирующих аристократов. Что или о чем думал Морриси? Я думаю, что Полю это не нравилось. Но все говорили «Дракула Энди Верхолла», «Франкенштейн Энди Верхолла», «Плоть Энди Верхолла». Понимаете, мы все знали, что Энди снял «Государственное императорское издание» и несколько других фильмов. Не знаю, можно ли говорить о режиссуре, но он изобретал новое. В то время, когда Энди снимал фильмы, современное искусство и кино были совершенно разными вещами. Сегодня Шнабель, Те, Роберт Лонг, все они снимают фильмы. Но думаю, в то время они бы не приняли это. Может быть, я даже могу себе представить, как киноиндустрия сказала бы «нет, нет, нет». Он художник, пусть он рисует, пусть рисует. Именно это и делал Энди. Он удалился от своих экспериментов в кино и вошел в 70-е, неустанно трудясь над новыми картинами. Многие из них только недавно были признаны важными работами. Для первых из них он выбрал удивительный объект – председатель МАО. Пострекатель культурной революции был возвышен или понижен до уровня Мэрилин. Это был дизайн обоев, бесконечно повторяемый образ. Энди продолжал работать над своим собственным образом. Большей частью это касалось его волос. В течение десятилетия он сменил множество париков. Он явно превращал себя в подлинную фальшивку. У нас есть около 50 его париков. Они варьируются от непристойных и приторных, так сказать, еленых, до самых чистых и приличных. Он нашел способ заставить их работать на себя. Я не различал, были ли это его волосы, или парик, или еще что-то. Конечно, я знал об этом, но его прическа выглядела его неотъемлемой частью. Ее нельзя было рассматривать отдельно, поэтому не имело значения то, что они не растут у него на голове. Я знал о париках. Я делала парики на 42-й улице. Он приносил два зеленых ящика с париками Энди. А потом Энди сам обрезал их, создавая разную длину. Затем он и зачем-то красил заднюю часть парика в черный. Понимаете? Все остальное оставалось белым. Они все двухцветные, но разнообразные. Вот это верхало. Это натуральный цвет волос верхало. Коричневый, темно-коричневый. Однажды он назвал причину, по которой он носил ужасные парики. Просто когда он надевал такие парики, люди замечали именно парик, а не его. Кроме того, парики делали его не принадлежащим никакой эпохе. К концу своей жизни он начал думать о них, как о произведениях искусства. Он даже сделал снимки некоторых из них. Он планировал организовать выставку, фотовыставку 40 своих париков. Но новая фабрика и любовь Энди к рисованию портретов принесла огромный доход. На протяжении 70-х он значительно увеличил производство портретов, в то время как Фред Хакс занимался сделками. Цена поднялась до 25 тысяч долларов за картину. Или 40 тысяч за пару. Я никак не мог получить мою картину. Когда я приходил к Энди, он говорил, «Ну, давай, я нарисую другую». Я нарисовал другую, позже действительно ужасную. Понимаете, это был худший период в моей жизни. Я был просто не в себе. Наверное, это была неплохая картина, но, если честно, не такая, какие можно видеть вокруг. Но его увлечение заказными портретами дам из общества, президентов банков и корпораций доставили Вархалу некоторые проблемы. Проблемы и с его поклонниками, и с критиками. Спиртый воздух коммерции распространялся от фабрики. Я бы не сказал, что это было легко, но у него определенно был свой метод. Фотография полароида, а потом нужно было просто подуть. Остаются видны только глаза, ноздри и губы. Поэтому, даже если вам за 80, это все равно выглядит красиво. В этом смысле он был умен, он позволял всем выглядеть потрясающе. Но знаете меня, 20-летнего, живущего в Нью-Йорке, меня эти общественные портреты не могли интересовать. Я не мог бы быть более безразличным. Я помню только что думал, кому нужны эти люди из верхней части города. Одним из таких людей из верхней части города была социалистка Нэн Кэмпнер. Я думала, что тот, кто смог сделать знаменитыми банки из-под супа, должен быть моим другом. С утра зазвонил телефон. Привет, Нэн, это Энди. Картина просто замечательная, спустись и посмотри сама. Это был обычный наш разговор. Он сделал три таких, каждый своего цвета. А выбрал вот этот. Это мой любимый. А этот, мне кажется, этот в Питтсбурге. Это его любимый. Этот третий был таким дешевым, что он просто нарисовал поверх его. Его Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор именно такие, какими их хотелось запомнить. И я надеюсь, что Нэн Кэмпнер тоже. Он никогда не позволял заказывать размер. Однажды я спросил его, почему он так непреклонен, почему все портреты должны быть метр на метр. И он ответил, ну потому что я надеюсь, что когда-нибудь Центральный музей возьмет портрет каждого человека, сложит их вместе, как один большой слитный портрет под названием «Портрет общества». Вот о чем он думал. Верхолла будут помнить, как создателя самых экстраординарных вещей второй половины 20 века. Он делал это как в своих рисунках, так и снимая фильмы со сценическими тестами. Было снято около 500 сценических тестов, и кажется, более 600 человек позировали для портретов. Значит, всего 1100 людей. А это много. Заказные портреты поддерживали журнал «Интервью», поддерживали фильмы, поддерживали съемки. У художников существует великая традиция – рисовать заказные портреты правящего класса. Это было основное направление. Он был просто художником 70-х, рисующим портреты общества. Он был захвачен, полностью захвачен этим. Он создавал эти великолепные серии картин. Многие из них показывались в Европе, но не в Америке. Историки искусства из кожи вон лезли, пытаясь похоронить его заживо. Бизнес искусства – это шаг после искусства. Я начинал как коммерческий художник, и я хочу закончить как бизнес-художник. Успех в бизнесе – это самый поразительный вид искусства. Во время эры хиппи люди принизили идею бизнеса. Они говорили, деньги – это плохо, работать – это плохо. Но зарабатывать деньги – это искусство, и работать – это искусство. И хороший бизнес – это лучшее искусство. К середине 70-х, как если бы он хотел подтвердить свою точку зрения, Верхалл изменил свой журнал «Интервью». Он объединил уникальную концептуальную работу, искусство и выгодный бизнес. Это стало выражением его навязчивого желания славы, портретной живописи, поп-культуры, моды, кино и современности. Он создал прототип современной знаменитости, вобравший культуру журналов. Это было открытие идеи интервью как вербального портрета. Казалось, что он подслушивает, потому что идея Энди об этих интервью означала, что это будет обычный завтрак или обед. Просто люди за обедом – это Элизабет Тейлор или Альфред Хичкок, и, конечно, сам Энди. Интервью было его детищем. Первый раз в жизни я увидела Энди Вархелла, стоящим на углу Мэддисона-Веню, с кипы журналов интервью. Он раздавал их. Он уходил на какую-нибудь вечеринку, а он, возвращаясь, говорил, «О, я кое-кого встретил, нужно будет поместить его на обложку. Это будет действительно важная кинозвезда». И всегда казалось, что он сумасшедший. Понимаете, это обычно был просто симпатичный мальчик или симпатичная девочка, с которыми он знакомился на вечеринке. Но в итоге получалось, что этот симпатичный мальчик оказывался Томом Крузом. Интервью было не только идеальным художественным решением для Вархелла на 15 минут, приобщавшегося к славе, но и позволило ему воплотить свою любовь к бизнесу, к деньгам и выбору. Он хотел, чтобы каждый, кого фотографируют, держал в руках напиток или сигарету, потому что мы обычно делали подпись под фотографией, например, Лайза Миннелли в платье от Холстон, в красных туфлях от Миноллы Бланек, в духе Ив Сен-Лоран. Энди хотел приписать и сигареты Бенсон и Хедж, и скотч Чивос Регал. Это еще две цели, которые мы пытались достичь. Но Вархелл отказался продолжать. В 1974 он стал писателем. Он опубликовал свой философский труд об искусстве и жизни. На самом деле он никогда ничего не писал сам. У Энди не было собственного стиля, и он окружил себя своими помощниками с фабрикой. Бобом Холоцелло, Паком Хакетт и Бриджит Берлин, которые помогли из его нескладного слога сделать звучный голос. Команда принялась за работу над первой главой. Я взялся за это и написал первую главу. Энди прочитал ее Бриджит Берлин по телефону. На пленку были записаны ее комментарии о написанном мной. Потом он дал эту пленку Пэт Хакетт, которая напечатала записанное на пленке. Она дополнила мои записи комментариями Бриджит и написала кое-что от себя, считая, что таким должен был быть голос Энди. И это стало первой главой. Во всем этом голос Энди не был слышен. Просто нужно было отделить его мысли от чужого голоса. Хорошая книга. Думаю, я и Пэт, мы создали литературный голос Энди. Люди, такие как Энди, которым всегда не хватает слов, пытаются замаскировать и скрыть этот недостаток. Думаю, что вся его жизнь была связана с сокрытием его недостатков, комплексов. Думаю, его воодушевляло осознание того, что его имя будет указано на книге, потому что книги и литература, и предложения были его врагами. То, чего он очень боялся. Образ Верхелла все еще рассматривался как образ художника, выбравшего неправильную дорогу. Он был властелином дегенерирующего круга искусства, полного чудаков и грешников. Но каждое воскресное утро он отправлялся в церковь и долго не возвращался, и никто не знал точно, что он там делает. Это его местная католическая церковь. Здесь он проводил 20 минут в одиночестве, прежде чем начать кормить своих голубей. Только после этого он предавался своему воскресному греху, хождению по блошиному рынку вместе со Стюартом Пивором, когда все крупные сделки уже были завершены. Для Пивора Энди был неудачливым партнером, потому что его интересовало абсолютно все, даже то, что другие сочли бы просто мусором. Он всегда находился под сильным давлением того, что ему необходимо прийти с чем-то новым, с новой идеей. Поэтому он всегда загружал себя образами и мыслями, и лучшее место, где можно было этим заниматься, это блошинный рынок. Там он собирал материалы для своей следующей картины. Энди рассматривал каждую вещь, даже если их там был миллион. Сколько стоит? Сколько стоит эта миска? Вот эта. Ну, я не знаю. Не знаешь? Понятно. Он не знает. Я говорил, Энди не покупай это. Это просто хлам. А он говорил, да, да, Стюарт. Сколько стоит? И еще он думал, что его покупка когда-нибудь обязательно повысится в цене. Ему нравилось думать, что он делает деньги, потому что один из способов делать деньги – это купить что-нибудь дешево и продать дорого. Хотя он и не продал ни единой вещи за всю свою жизнь. Этот принцип «никогда ничего не терять и не выбрасывать» был странным образом применен в серии картин, начатых в 1978-м. Они создавали эти работы, писая на специально приготовленные холсты. Мы использовали металлический порошок, чтобы он окислялся и становился зеленым. Это действительно было красиво. По-моему, это было похоже на японские пейзажи. Моя работа заключалась в том, что я приходил на фабрику и выпивал две чашки кофе с комплексом витамина В. Просто я обнаружил, что витамин В делает мачу очень желтой. Поэтому я давал Энди витамин В. Мы стеснялись писать, поэтому мы отворачивались друг от друга и писали на холсты в разных углах комнаты. Иногда они нанимали людей с улицы, чтобы они участвовали в создании того, что сейчас называется картинами окисления. Обычно мы говорили, мы делаем картины, писая на них. Хочешь прийти и пописать? Но это не всегда получалось хорошо. Я привел с собой девушку. Но девушка села на корточки и просто сделала лужу. А Энди сказал, ой, у нас нет тряпки. Эхо беззаботной жизни Верхола на серебряной фабрике нашло свое отражение в его новых работах. Леди и джентльмены. Это серия портретов трансвеститов. Эти персонажи уже давно не могли посещать новую фабрику, ориентированную на бизнес. Еще более экстремальными были его рисунки туловища и частей тела. Самая сексуальная работа из всего им созданного. Модели мужчин набирал Виктор Дюго, яркий любовник гуру моды Холстона. Виктор отправлялся в баню и там набирал этих парней. А я в это время искал на улицах трансвеститов. Мы создавали леди и джентльмены, а Виктор в банях набирал этих парней для картин о частях тела. Да, здесь было много трансвеститов и еще эти картины окисления. Все вышло из-под контроля. Новая фабрика стала такой же сумасшедшей, как и старая. У нее не было репутации. В 1980 году бродвейский продюсер Льюис Аллен, для которого Веркл разрабатывал плакаты для театра, был настолько очарован тем, что написал Энди, что решил поставить это на сцене. Это должно было быть шоу одного актера или шоу без актера, как Аллен хотел это назвать. Но кто или что могло заставить смотреть на невозмутимое лицо Энди и не терять интереса к сцене? Энди говорил, я хочу быть машиной. Знаете, это его известное высказывание, я хочу быть машиной. Это значит, я подумал, ну, может быть роботом. Как насчет робота? Верхол был в экстазе от этой идеи, но он не знал точно, что именно нужно для создания абсолютно неживого объекта, воплощающего его собственное изречение. Они взяли липкую грязь и залепили мои уши и глаза. Мне стало плохо. У меня начался озноб. Мне казалось, что я не могу дышать. Это было ужасно. А потом они занялись зубами. Он сказал, о, это так великолепно, теперь роботы могут участвовать в шоу вместо меня, потому что мне не нравится этим заниматься. И робот может делать за меня все, что он может появляться на публике, он может... Понимаете, он фантазировал, как робот возьмет на себя все его дела с публикой. Они немедленно принялись за работу, они фотографировали, снимали на видео и записывали естественные движения головы и тела Верхола. Они попросили Энди продемонстрировать некоторые свои любимые действия. Вот так, это ведь просто? Например, разговор по телефону. С другой стороны, я делаю это так. Но робот Энди так и не был создан. Даже лучшие технические специалисты Голливуда были сломлены ограниченностью, доступной на тот момент технологии. Энди-художник тоже страдал от несовершенства системы. Он совершенно выдохся. Он ждал, когда кто-то зарядит его. Начало 80-х. Я думаю, он просто размяк. Энди приходил ко мне утром, читал колонки со сплетнями, а потом я говорил, «Энди, нам нужно рисовать». «Энди, пойдем рисовать». А он, «Да, сейчас, через минуту». Я как будто стал женой, которую больше не слушают. Похоже на «Вынеси мусор, вынеси мусор, вынеси мусор, вынеси мусор». «Да, да, дорогая, да, да, сейчас». Но спасение было близко. Группа молодых художников, работающих в Нью-Йорке в начале 80-х, изменила всю сцену искусства. Это было первое поколение, воспитанное Верхолом, и, подобно своему учителю, они охватили моду, музыку и поп-культуру. Но на этот раз с перемесью улицы. Все они были детьми Верхола, играющимися у его ног. Это мастерская Кенни Шарф, которую участвовал в групповой выставке «Новая волна» в Нью-Йорке в 1980 году. Шарф использует все, что долговечно. Он даже смог превратить вечно используемую камеру Верхола в произведение искусства. Это потрясающе, когда есть группа молодых художников, которые в каком-то смысле идут по твоим стопам. Когда их искусство проистекает из того, что делал ты. Понимаете? Что может быть лучше? Его молодые друзья-художники помогли ему снова стать экспериментатором. Рисковать. В своем характерном вампирском стиле Энди пристрастился к крови своих молодых поклонников. Он был слишком доволен, чтобы позволить им взять кусочек себя взамен. Но его фабрика уже практически перестала играть важную художественную роль в этом стремительно развивающемся мире. Когда сам создаешь что-либо, когда полностью физически сливаешься с этим, если нет никакой физической дистанции, то может получиться работа гораздо более субъективная, может быть даже подсознательная. А искусство в 20 веке, а сейчас уже в 21-м, стремится к объективному, и это требует определенной дистанции от подсознания. Верхол продолжал изменяться и торговать собой 80-х. Он даже взял тростниковую раму, вставил туда парик и отослал как модель на подиум. Это было во время показа МОД в феврале 87-го. В это время его состояние из-за старого ранения ухудшилось. У Верхолла была паранойя. После того, как в него стреляли, он не хотел возвращаться в больницу. Он говорил, что не переживет повторного визита. Но 20 февраля операция была единственным возможным выходом. Впервые за десятилетия он прекратил работать и лег в Нью-Йоркскую больницу под именем Боба Робертса. Операция была обычной и прошла успешно. Но во время его выздоровления что-то пошло не так. Никто этого не заметил, и Энди тихо умер. Он очень боялся ехать в больницу. У него было предчувствие. Никто даже не знал, что он в больнице, потому что он не хотел, чтобы об этом знали. Вот так. А потом случилось худшее. Вообще-то я... Я говорил с Чарли где-то в 2 часа ночи, что он может не выжить. А потом это произошло. Самое худшее. В 6.15 утра мне позвонили. Скрытие позже показало, что у Энди был отек легкого, и он задохнулся где-то около 5 утра, один, никем не замеченный, и без документов. Ему было 58 лет. Ранним утром 22 февраля 87-го года мастерская Энди на 33-й И-стрит была забаррикадирована в преддверии хаоса, который должен был начаться, когда известие о его смерти достигнет друзей, семьи, партнеров и прессы. Фред Хидж вместе с Винсентом Фреманом и адвокатом Энди, Эдом Хайес, пришли в дом Энди. Хидж ответил брату Энди, Джону, когда тот позвонил, чтобы, как обычно, поболтать с утра. Он сказал, «Могу я поговорить с Энди?» «Энди умер. Энди мертв. Понимаете, вот как. Именно так. Брат Энди немедленно прилетел в Нью-Йорк и отправился прямо в дом Энди на 66-й Ист-стрит. Я вбежал наверх и увидел, как они рыщут по дому. Я сказал, «Кто вы? Кто вы такие?» Я сказал, «Что все это значит? Черт возьми, они были здесь 7 часов утра, собирая в кучу все вещи. Понимаете? По завещанию Энди, написанному за 5 лет до этого, каждому из братьев причиталось 250 тысяч долларов. Впрочем, все его имущество позже было оценено в 600 миллионов долларов. Нам его не хватает. Я не думал, что он такой знаменитый. Иногда это просто ошарашивает. Поминовение Энди проходило в церкви Святого Патрика в Манхэттене 1 апреля. Там собралось более 2000 человек из всевозможных отраслей культуры. Для историка искусства и друга Джона Ричардсон это была возможность стать очевидцем. Это то, к чему я стремился, когда писал свое панигири. Я хотел сконцентрироваться на его вере, на его католицизме. Мне кажется, все упустили это из виду, а по-моему, это один из важнейших компонентов характера Энди. «Никогда не судите об Энди по его внешнему виду». Беззаботный наблюдатель на самом деле был записывающим ангелом. И отрешенность Энди, дистанция, которую он установил между собой и миром, была выше любой невинности и любого искусства. Это было очень странное утро. Нужно было выйти на улицу под солнце и плакать. Но это были похороны Верхола, на которых кто-то плакал, а кто-то сопел. Одна женщина рядом со мной вздыхала и всклипывала. Я достала носовой платок и думала, что она плачет. Она вдыхала кокаин. Души праведных находятся в руках Господа, и никакие мучения их не коснутся. После его смерти оказалось, что Верхол начал работу над серией религиозных картин, основанных на картине Микеланджело «Тайная вечеря». В этих работах Верхол возвратился к идее рисунков вручную и печатанию плакатов. Когда теолог и историк искусства Джейн Даггест-Диленберг обнаружила эти работы, они еще не были занесены в каталог. Сейчас это самый большой объем работ на религиозную тему, когда-либо сделанной американским художником. Знаете, это стало моей навязчивой идеей. Они были гораздо больше, чем я себе представляла. И их было намного больше, чем я ожидала. Результаты оказались очень глубокомысленными и спорными, как мне кажется. Но эти картины были заключительным доказательством религиозности Энди. Неужели Христос менее трагической фигуры, чем Мэрилин или Джон Кеннеди? Возможно, Тайная Вечеря – это лишь очередной деловой ужин на фабрике. Возможно, ответ сокрыт от нас в этом камуфляже. По-моему, это самые великолепные картины из всех работ Верхола, в каком-то смысле обнажающие его натуру. Он страстно желал религии. Энди ходил в церковь, но он не ходил на исповедь. В какой-то мере это отделяло его от религии. И, наверное, это что-то значило. Думаю, что-то значило. Они все, в некотором роде, все говорят о его святости. Он каким-то образом увидел их неприкосновенную душу. Ему удалось приобщить их к святости и заставить людей добиться экстаза. Вот то, чего он хотел. Поэтому, думаю, вопрос о благочестии даже не должно возникать. Это и так понятно, когда смотришь на его картины. Если в этих картинах и есть религиозность, то использованная с той же целью, что и ящики брелло. Это больше не прекрасный шедевр. Это что-то такое, что может повторяться, повторяться и повторяться. Оно повторяется, повторяется, повторяется. Люди считают, что с приближением смерти человек становится более религиозным. Думаю, что он всегда был религиозным настолько, насколько был. Несмотря на всю свою философию, даже Энди не мог взять все это с собой. Потребовалось 10 дней, чтобы продать с аукциона его личную коллекцию 3,5 тысячи лотов, состоящих из более 10 тысяч предметов. Коллекция посуды для печенья, принадлежавшая Энди, была продана более чем за четверть миллиона долларов. Бизнесмен Джедалио Гринберг успешно приобрел почти все из них. У меня дома есть посуда для печенья, которую купила моя жена. Но ничто не сравнится с тем, что покупал он. Потому что у него был специфический вкус. Он видел искусство там, где ни я, ни вы его не видите. Я решил купить их все. И моя жена согласилась, не споря со мной. Кроме одного раза, когда она взяла меня за руку и сказала, надо знать меру. Так всегда в жизни, когда покупаешь одну вещь, она что-то значит. Когда покупаешь 120 вещей, и это лишь часть коллекции, это впечатляет. Это официальный музей Энди Верхелл, открытый в его доме в Питтсбурге, а не в любимом им Манхэттене в 94-м году. Не считая музея, Норман Рокуэлл в Массачусетте, это единственное учреждение, посвященное творчеству одного американского художника. Самые важные экспонаты музея – это не столько картины, сколько архивы. Там находится 600 временных капсул Верхелла. Много-много ящиков, наполненных описаниями каждого рабочего месяца на фабрике. Все это есть смысл хранить. Звучит, как сказанное Христом. Все это нужно хранить. В музее также хранятся 4000 аудиозаписей Верхелла. Верхелл начал постоянно использовать этот магнитопон с 1965 года. Энди, желающий быть машиной, был неразлучен со своим мини-я. У меня нет памяти. Каждый день – это новый день, потому что я не помню предыдущий. Каждая минута – это первая минута моей жизни. Я хочу запомнить, но я не могу. Поэтому я и женился на моем магнитопоне. Мой мозг похож на магнитопон с одной кнопкой. «Стереть». Думаю, что те люди, которые последовательно записывают свою жизнь, борются со смертью. Всегда можно сказать «это не исчезнет». «Я как-нибудь сохраню это». На одной из пленок 30-летней давности в буквальном смысле записана смерть. На одном из ящиков почерком Энди написано «Мама умерла». Прожив почти всю свою жизнь вместе с сыном, мать Энди, Джулия умерла в 1972 году, вскоре после того, как он отослал ее в Питтсбург. Он решил не ехать на ее похороны, и ни единой живой душе не сказал о произошедшем. На пленке записан телефонный звонок его брата Джона, который сообщил, что этой ночью мама умерла. Его ответ был следующим. «Не расстраивайся, это просто... Просто так бывает. Я пошлю тебе немного денег, так что не переживай, ладно? И никому не рассказывай об этом. И знаешь, не надо, не надо сообщать об этом в газету. Пусть это будут самые простые похороны. Ты ведь знаешь, что делать. Просто не делай ничего особенного. Ей уже все равно. Ты сделаешь как можно проще? Даже не приглашай никого, пожалуйста. Это Медилаборск, Словакия. Маленький город рядом с городом Никова, откуда родом отец и мать Энди. Это была не просто золотая лихорадка, последовавшая за смертью Энди. Это была борьба за самого человека. И Словакия победила. Хотя почти не рекламируемый это был первый музей Энди Верхола, он открылся в 1991 году. При поддержке брата Энди Джона, там находится нечто большее, чем просто фотокопии или копии его оригинальных работ. Там есть и ручная работа Джулии, и подписанная банка супа. Некоторая одежда Энди, пара его солнечных очков, старый магнитофон, семейная крестильная рубаха и несколько американских щитов из папье-маше. Найти здесь истинного Энди Верхола нельзя, так же, как и в любом другом месте. Он прячется за истинными фальшивками. Влияние Верхола на визуальные образы настолько сильно, оно так укоренилось в культуре, что его просто невозможно исключить из окружающего нас мира. Он пытался просто отражать свое время, но на самом деле изменил его. Он оказал огромное влияние на визуальные ландшафты не только своего века, но и нового миллениума. Как мы можем скучать по тебе, если ты никуда не ушел? Он смог приобщиться к великой культуре и оставить высокое искусство. И он единственный, ему единственному удалось добиться потрясающего эффекта. Я не могу назвать ни одного послевоенного художника, который бы обладал подобной силой. Когда О'Джей Симпсон скакал на своем белом мустанге, преследуемой полицией по окрестностям Лос-Анджелеса, боже, я бы хотел, чтобы Энди был жив и видел это. Как будто его мечта осуществилась. Один и тот же скучный образ показывается много-много раз по телевизору, и вся страна смотрит это. Как будто осуществилось кино Верхола. Понимаете, новости и развлечения, все это слит его едино. И это как раз то, что нравилось Энди, и в некотором смысле он предсказывал это. Я всегда думаю, как это смешно, когда продают картины с изображения Мао, даже не зная, кто это был. Энди не мог выговорить его имя. Он, наверное, думал, что это президент Китая. Он ничего не знал о таких вещах. Он выписал Бобу Колоцелло чек на 15 лет, но не мог выговорить Колоцелло. Он называл его Боб Кока-Кола, потому что это он хорошо понимал. Если только не думать о нем, как о человеке, который всегда желает настоять на своем, он был очень мил. Он всех любил, всем симпатизировал. Думаю, что все его любили, потому что думали, что с ним что-то не так. Я знаю, почему он для меня великий художник. Это определяется выбором того, что он делает в своей мастерской. Элизабет Тейлор, Элвис Пресли, банки супа и бутылки Кока-Колы, или доллары, или цветы, или коровы. Понимаете? Это будто он показывает пальцем. Это возвращение к идее, что в будущем будет кто-то, показывающий пальцем, и это будет искусство. Верхел был невероятно удачливым манипулятором одной идеи. У него была только одна идея за всю его жизнь художника, и он использовал ее, потом повторял, потом переделывал, и еще раз использовал. Он знал, что есть что-то, способное изменить застенчивого, бедного, бледного, запуганного мальчика из Питтсбурга. Красота может стать искусством без всякого постороннего вмешательства или с минимумом его. И может появиться непосредственность, означающая, что банку супа Кэмпбеллы или телефон можно рассматривать так, как кто-то будет рассматривать лицо Джеки Кеннеди, оплакивая его. Это была странная идея, но абсолютно свежая. Он видел ее философское звучание, он видел и чувствовал ее эротическое звучание, он испытывал и ощущал ее визуальное щегольство. Для него это было настоящим освобождением, это было его карьерой. Сомневаюсь, что это просуществует долго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok